Мур-мур-мур, миру, ня. Леся еще спит. Так, не буду ее будить. Ну что, ребят, я поехала. Удачи, смотрите тут осторожнее. Стерегите базу, пока меня нет. Здесь, кстати, не глубоко. Вода чистая, отлично. А где дорога-то? Давай, ты попасешься немножечко. Я тоже слопаю пару вкусняшек. Без вод, сон, быстро. Блин, они раньше шаг не бегали. Все, хана этой дороги, наверное. Ну-ка. А здесь у нас совсем дырявый мост. Ну-ка, осторожно. Так, спешиваться я не буду, потому что ты своими ногами можешь вступить не туда. Как что случилось? Беда у нас. Однажды наши ребята пошли на карьер работать и не вернулись назад. Ну что ж, поехали 101. Поскакали, пока еще солнце высоко. Я хочу успеть засветло попасть на карьер. Нам тут и недалеко ехать. Сейчас быстро выясним, что там у них случилось. Почему они 20 метров не могут пройти от деревни, 200 метров не могут проехать от деревни до своего этого? Вроде бы все здесь цело, нигде никакой крови нету. Странно, загородки открыты. Ммм, интересно. Так, а что у них там за бардак такой в сторожевых вышках? Интересно. Там же такие сильные бойцы были. Что за непорядок у них тут творится? Ну-ка, постой-ка здесь, подожди меня. Ничего себе. Интересно, их старший за такое не ругал вообще? Как это так вообще? Они сторожевые вышки в таком состоянии вообще держат паутины, все пылью, какой-то грязью. Ну и ладно, пыль, грязь, я понимаю, тут карьер. Но все равно убирать же надо, кто такой военный объект содержит в таком ужасном состоянии. Ну вроде бы не видно, чтобы где-то кровь была или что-то. И тут все. Что-то у них пауков много видать. Откуда эти паутины? Фу, ужас, даже не буду сейчас заниматься этой уборкой. Фу, сами пусть эти делают это. Так, ну-ка, прицеп, посмотрим, что здесь такое. Ну-ка, ну-ка, здесь вот тачка с камнями. Здесь ящики, я смотрю, они загружали камни. Вообще-то они готовили отправку. Ну и где наша отправка? Здесь даже что-то лежит недогружено, конечно. Еще можно загрузить побольше. Ну, странно, странно. Пойду посмотрю, что там дальше. Ну-ка, пойдем проскачем вперед. На всякий случай я лучше проеду верхом. Поехали-ка с тобой. Пошли посмотрим. Вообще какое-то запустение. Ни одного человека нет. Странно. Все тихо. И тут тоже ящики. И тоже они наполовину загруженные. И тачки. Вообще все как-то... Как будто вот просто все взяли и ушли наперекур куда-то за горы далеко. И забыли вообще, что надо вернуться и как бы немножко все поддерживать в нормальном состоянии. Вот и вышка, вот и домик. И дом вход зарос паутиной. Так, ну-ка, дай-ка я тебя к заборчику привяжу. Ну-ка, иди сюда, стой. Стой здесь, далеко не уходи. И тут тоже ящики. Тоже камни у них. Тоже недогруженные ящики. Хм. Странно. А вот и радиовышка. Радиовышка вся в паутине. Да что у них такое тут? Какое-то нашествие насекомых, что ли? Ну-ка. Да, слышно, что-то чего-то надо тут явно приводить все это в порядок. Вот она и не работает, что она вся заросла. Ужас. Наша-то радистка все поддерживает в идеальном состоянии. А тут такой бардак. Ну-ка, в домик зайду. В домик и явно так. Ну-ка, срежем это. Прорубимся через эту паутину. Фу, не хочу к ней руками даже прикасаться. Выкину ее здесь. Так. Что здесь? Вроде все тихо. Вообще нигде не видно, чтобы где-то была какая-то кровь или что-то. Кругом только вот это вот. Какая-то заросль прямо этой паутины. Все эти бумаги брошены, как попало. Что они тут рылись? Пытались что-то найти, сделать. Не знаю. Странно. Журнал какой-то. Наверное, их журнал добычи камня. Интересно. Инструменты лежат. Все с ними в порядке. Бур. Снаряжение. Все в полном порядке. Кусачки. Наверное, надо мне сходить, спуститься все-таки в карьер, посмотреть, что там. Вдруг там у них чего-нибудь, какие-нибудь там, не знаю, трупы, зомби или что-то такое. Так, лошадка, жди меня здесь, 101. Я пойду спущусь в карьер, а то там все-таки опасно для тебя. Ножку сломаешь и все. На этом придется идти на колбасу. Так, так, вот здесь у них есть тропиночка, спуск. Вот оттуда, наверное, поаккуратнее нужно спуститься. Ну-ка, 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 что у них там? Блин, тут какая-то дыра. Да, и она вся зарощенная этой самой паутиной. Ну-ка, загляну-ка я туда внутрь. Здесь какие-то следы около нее. Посмотрю, что там такое. Пошире здесь расчищу себя. Так, а там темно. Хорошо, что я захватила с собой факел. Так, наверное, возьму это вот так в левую руку и ножиком буду резать эту штуку, паутину всю. Так, какая там мышь запуталась летучая в этой паутине. Ну, нет, вроде бы летает, все хорошо. Какая там темень, как там страшно. Ну, все-таки я немножечко еще спущусь туда. Там какой-то обрыв, что ли. Тут можно где-то спуститься, посмотреть. Ну, странно, никаких следов, ничего нету. Как там вот какие-то тут катакомбы, ходы, я не знаю. Сколько здесь, какая-то разветвленная пещера ужасная. Как бы тут не заблудиться-то вообще. Ну-ка, ну-ка. И там все паутины. Блин, тут везде вокруг все в паутине. У них тут, наверное, полчища каких-то тарантулов живет. Или я не знаю. Что у них тут за пауковник такой, что повсюду эти паутины. Это же нужно миллион пауков, должно быть, чтобы столько паутин наплести. Какой-то звук, что ли. Я что-то слышала. Эй! Кто тут? Вы где? Эй! Я вас не слышу, отзовитесь! Вы где? Я здесь, я иду к вам на помощь. Вы где? А-а-а! Я вас вижу! Вы... Вы кто? Зомби? Не зомби? Вы... Вы раненые? Или вы зомби? Вы... Вы разумный человек, или вы зомби? Вы на меня не нападете, если я вас освобожу? Я вас не понимаю, что вы мычите все время. Подайте какой-нибудь другой знак. Не знаю, головой мотните или что-нибудь. Ну... Ну, хорошо, я вас высвобожу. Но учтите, если вы на меня нападете, я за себя не ручаюсь. У меня оружие при мне. Я смотрю, вы не вооружены. Но у меня есть пистолет, у меня есть автомат, у меня есть нож. Учтите. Не дай бог, вы на меня нападете, со мной шутки плохи. Так, я вас сейчас выпущу. Так, что-то вы совсем плохо выглядите. Что здесь произошло? Что с вами случилось? Где все? Да, я шахтер. Работал на этом карьере. Спасибо, что спасла меня. Но нужно скорее выбираться отсюда. Иначе мы оба погибнем. Что ж, пойдем тогда скорее на поверхность. Да, вам действительно срочно нужна помощь. Сейчас, сейчас, иду. Ноги немного затекли. Я же тут несколько дней связанный провисел. Пойдемте, пойдемте, пойдемте скорее. Раз вы говорите, что здесь очень опасно находиться. Ох, и я вляпалась в эту паутину. Черт, какая она крепкая-то. Какая липкая, ужас. Пошли скорее на поверхность. Да, бежим, бежим скорее. Не останавливайся. Не оглядывайся. Давай, подальше отсюда. Да, ну если что, я принесла с собой марганцовку. Я могу подлечить ваши раны. Давайте скорее, вылезайте оттуда. Давайте, не останавливайтесь. Сейчас я вам дам марганцовочки, раны вам перевяжу. У меня даже есть еда. Вы, наверное, голодны. Пойдемте, вы сможете подняться вот здесь по камням? Как вы там? Можете? Очень хорошо. Пойдемте скорее. Пойдемте, пойдемте. У меня лошадь с собой. Я могу вас отправить в деревню. Вы можете взять моего коня, наверное. Не, я лошадей боюсь. Или пешком дойдете. В принципе, здесь и недалеко. Ну что ж, рассказывайте, что у вас тут произошло? Почему все пропали куда-то? У вас так много людей было на карьере. Это же стратегически важный объект. На вас что, напали зомби? Да не. Какие зомби? Ты что? У нас вон, а какие башни сторожевые. С пулеметчиками настоящими. Никакие зомбаки нам не страшны были. Так, а что случилось-то? Куда все делись? Да вот. Работали мы, значит, в карьере, как обычно. И вдруг наткнулись на одну пещеру глубокую. А дело было уже к вечеру. Ну и решили, что утром проверим, что там в этой пещере находится. Все спать разошлись. А ночью из этой пещеры твари, невиданные, как повылезли, охрана даже тревогу поднять не успела. А твари эти, всех в паутину, проклятую эту, закрутили и вниз затащили. К стенкам приклеили, вот как меня прямо. А куда они всех унесли? Они всех убили? Да черт его знает. Они нас потом по одному куда-то перетаскивать стали. Наверное, к себе, в логово. К счастью, ты вовремя подоспела. Если бы еще чуть-чуть, то и меня эти твари утащили бы. Возможно, конечно, там еще кто-то жив остался. Но это не точно. Так, 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 что же делать, что же делать? Вот что, идите-ка вы в деревню. Там народ живет, но они боятся из деревни уйти. Сегодня вы засветло доберетесь. Я вам пистолет дам, чтобы не так страшно было. А завтра поутру отправляйтесь вместе с ними, вместе со всеми. Идите, вот я вам еще и обойму дам, на базу и доложите о том, что здесь произошло. Потому что я должна выполнить задание дальше. Если со мной что-то случится, то они там на базе должны знать, что тут произошло вообще. Что и как, и что делать, как сюда подготовиться, прийти с новыми силами или что. У них там, у нас там и других проблем полно, но все равно это важный очень объект. В общем, и тут надо проблемы решать. Постарайтесь добраться, не вздумайте оставаться там в деревне. Я более-менее там расчистила дорогу. Самых опасных зомби я убила. Я думаю, что может быть вы успеете проскочить, новых не набежит за ночь. Как-нибудь постарайтесь. Ну а я должна выполнить задание до конца. Ну ладно, я тогда пошел. Будь осторожна. Эти твари очень опасны. Воспользуюсь вашим советом. Вы тоже там смотрите. Будьте осторожны. Не забудьте передать все на базу. Все обязательно расскажите. Так, а я пойду посмотрю, что там такое. Надо, наверное, снаряжение перепроверить. Оружие у меня заряжено. Так, это тоже. Блин, что у меня тут еще? Конечно, гранаты есть. Но, блин, гранаты страшно использовать в пещере. Как засыплет меня там. И пауки эти, значит, такие опасные. Или какие это там затвари. Посмотрим. Ну, значит, пауки, наверное, раз они паутину делают. Или что-то похожее. Или прямо даже не знаю. Страшно-то как, темно. Если они людей так просто берут, даже охрану схватили, скрутили. Главное не попасть. Надо тут потихонечку идти. Совсем тихо, чтобы они меня не услышали. И вечер уже надвигается. Куда же они людей-то дели? Куда-то глубоко утащили, он сказал. Как бы не потеряться тут в этой пещере-то. Я вообще так легко могу заблудиться. Это ужасно просто. Как бы не забыть тут дорогу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!